Здравствуйте снова. Сняла вам видео, я просто сейчас в таком состоянии и не могу переключаться просто. Что я могу сказать? Большое вам огромное спасибо, руководитель СЭС. Человек, который написал приказ номер 30, согласно которому не было отказано в обслуживании, и с 7 числа у меня был взят анализ, как положено, в клинике РЖД, в специальном отдельном блоге. У меня было все сделано, полностью все записано. Написано, что я работаю на скорой помощи и была отправлена в СЭС, потому что медиков СЭС обслуживают. Сегодня я опять туда пришла, меня закрыли сразу в инфекционный блок, вызвали скорую помощь, отвезли на КТ. Вы знаете, что было на КТ? Мне уже наплевать вообще, я медик. Я не знаю, что будет дальше с моей работой, мне уже все равно. Я нахожусь... Сказать, что я нахожусь в ужасе, это ничего не сказать. На КТ скорая, которая меня туда привезла, во-первых, я сама работаю, знаю, как ездить. Я не звонила, я не говорила, что мне нужно срочно ехать. С половины девятого утра скорая за мной приехала во втором часу. Я все это время находилась в инфекционном боксе РЖД больницы с подозрением на воспаление легких, которое мне врач уже без всяких КТ поставила. Меня привезли на КТ. Там я еще сидела час, и рядом со мной, без всяких ограничителей, сидели еще куча людей, которые кашляли, и которые уже были с рентгенами, у которых на рентгене было написано, что у них воспаление легких, их еще дополнительно отправили всех на КТ. Рядом со мной были врачи из четвертой больницы, и у всех было подтверждение воспаления легких. Отправляем самолеты дальше, помогаем всем странам. Мы не можем помочь врачам, мы не можем помочь медикам, которые лечат этих больных людей. Медики больные, кто вас лечить будет, блин? Алло! Вы там что в администрации области Тверской? Бессмертные все! Или думаете, что вас не коснется? Дай бог теперь вот говорят, что после этого коронавируса, который происходит во всем мире, будет другая жизнь, мир не будет прежним. Я не знаю, каким будет мир. Мои легкие больше не будут прежними, потому что у меня уже изменения в легких 7 апреля. Потому что у меня двухсторонняя пневмония, которую могли определить и выявить еще 7 апреля. А обнаружили это только сейчас. Ну что, господин Выскубов, который возглавляет Роспотребнадзор Тверской области, я надеюсь, что вы бессмертные, и ваша молодая жена, и ваш ребенок. И их тоже это не коснется никак, никаким образом. Я не знаю, кто написал приказ, согласно которому было отказано мне в обслуживании и в обследовании моих анализов. Я не знаю, вот эти все врачи, которые все люди я встретила на КТ, которые там сидели, медсестры с БСМП и из других больниц. И у них такая же история, у них у всех взяли анализы и всех отправили в СЭС. Что дальше? Дальше они неделю так же, как я, ждали и ничего не дождались. И приехали на КТ, и они уехали оттуда с воспалением легких. Мне поставили подозрение на вирусную пневмонию, и именно на COVID-19. Других просто отпустили с отвалением легких, потому что у меня легкие уже разрушенные были. Потому что они у меня разрушались 7 апреля. Кто мне вернет легкие? Может быть, вы мне легкие своей жены подарите? Или кто там отвечал за эти анализы? Спасибо вам огромное, господин Руденя, что вы не делали никаких вот тут, как в Москве это сделала, и вся Москва приперла сюда, и привезла эту всю заразу в Тверскую область. Спасибо то, что больницы теперь все переполнены от тусовок, которые люди ходили и шашлыки жарили, и никто не запретил этого делать. Да, я одна вот такая вот, теперь вам тут рассказываю, из больницы с рванными простынями и вот с такой вот жутью в инфекционной больнице. Дальше что вы делать будете? Может быть, вы мне легкие новые подарите? Благодарите.